Эта серия роликов сможет выходить чаще, если вы поддержите нас спонсорской подпиской или подпиской на Patreon. Ваш маленький вклад поможет делать большие и для многих полезные переводы. Спасибо большое. Меня зовут Энта Неподия, и сегодня я проведу день с людьми с биполярным расстройством, чтобы узнать правду о тех огромных перепадах настроения от хорошего к плохому. К концу видео мы выясним, благодаря лечению биполярное расстройство остается незамеченным для жизни человека, или же его влияние давит на все аспекты жизни, парализует психологически и поудовляет твое развитие. Я провел день с людьми с биполярным расстройством. Привет, Ривка. Привет, Энтони. Джошуа. Эй, спасибо, что пригласил. Тристан. Привет, чё как? Что из себя представляет биполярное расстройство? У нас очень высокие выси и очень низкие низы. Настроение может превращаться в настоящую черн. Нормальная точка, это когда ты думаешь, я всё собралась, я всё сделала, всё в порядке, всё хорошо. Для других это выглядит, ты что, выпила шесть энергетиков, у тебя всё в порядке. На самом деле это выглядит, как будто у тебя течёт поеду какое-то химическое вещество. Да, точно. Можешь рассказать разницу между манией и депрессией? Распространённое заблуждение, что мания это самая весёлая часть. Для меня и других мания это вообще не весело. Целая куча мыслей проносятся. Надо то, надо это, боже, как же это круто, надо сделать полку для книг. Ты чувствуешь, что не можешь остановиться и... Какой-нибудь триггер или травмирующее событие из детства, или я неожиданно захочу закончить отношения, или рассорюсь с кем-то из друзей, и резко всё посыпется и... превратиться в ад буквально за пару часов. В итоге не можешь даже встать с кровати и несколько недель из-за депрессии. У тебя появляется навязчивая мысль о том, что это будет длиться вечно. Притом вечность это вот в этой мысли жить. Будто я всегда так себя буду чувствовать, понимаешь? Хотя это не правда, понимаешь? Через час или через несколько часов ты вообще в другом состоянии. Опыт Как конкретно на вас повлияло биполярное расстройство? Каждые дни и девять будто цикл проходит. Я глядываюсь назад и думаю, как я так мог жить? Знаешь... То есть ты же в ожидании следующего подъёма и следующего падения? Да, я знаю, что это скоро должно случиться. Раньше ещё очень жёстко пил, я думал, что ладно, я встану. Я выпью и приведу в себя. Далее запиваю ещё кофе или чем-то таким. Это очень вредно в долгосрочной перспективе, а многие называют это самолечением. Но оно очень опасно. На все сто процентов безумно опасно. На меня вечно навешивали ярлык, что я просто гиперактивная. А потом это всё рушилось, и это разрушение превращалось в депрессию, в непонятную грусть, в неконтролируемый плач, в желание никогда больше не оставаться в своей кровати. Мой предел был, это когда я полностью потерял контроль над собой и перестал понимать, что вообще реально. И это как-то плавно всё перетекло, мучительно и несколько дней без сна. И в итоге в галлюцинации. Я не понимал, кто передал мной страшно оказаться в таком состоянии, когда не знаешь, ты спишь или нет. Диагностика. Когда впервые появилось то поведение, которое вы теперь называете биполярным расстройством? Проявляться начало, когда мне было лет 16, а потом стало совсем понятно. Как это проявлялось? Я был очень злой. Менялось настроение, я был раздражён, и никуда не мог деть свою энергию, и не мог спать много. В младшей школе я была в третьем или в четвёртом классе, и постоянно менялась супер гиперактивная до полного упадка. В детстве я была много загруженной работы, и это постоянно приводило к упадкам. Я не хочу сегодня учить сценарий, мам, я просто хочу взять выходной. Для меня был достаточно очевидный момент, когда мне было 16. Несколько дней подряд у меня были одни непрекращающиеся подъёмы. Вся история человечества начала крутиться вокруг меня. Я начал задумываться о своём психическом состоянии, и до меня начали доходить истории других людей. Есть какие-то потенциально опасные пункты биполярного расстройства? Я приношу себе очень много вреда деструктивным поведениям. При этом оно напрямую убивает людей, потому что очень опасно жить с депрессией. В свои самые тёмные дни я стараюсь справляться с триггерами на суицидальные мысли. Неизлечимые психические заболевания, неизлечимое биполярное расстройство, неизлечимый алкоголизм, неизлечимые зависимости. Все они очень-очень опасны заставлять их ходить между жизнью и смертью. Я просто думаю, люди не относятся со страданием к другим, у кого психические... Потому что это не похоже на рак или физические травмы. Психические заболевания это что-то хроническое, так ведь? Вещь, с которой ты просто живёшь. Ты помнишь, когда тебе официально поставили диагноз? Мне было 24 или 25. Есть услуга здесь, в Нью-Йорке, за которую ты платишь и проходишь психологическую оценку. В основном во время всяких судебных дел. Ну, конечно, не без суда. Ты можешь к ним прийти и сказать, я хочу пройти диагностику, пожалуйста. Я так и сделал. Оттуда меня послали к психиатру и терапевту, и те сказали, да, мы подтверждаем. Довольно пугающая вещь, но некоторые этого не замечают, пока им не исполнится под 50. Представлять не хочу, что я прожил бы половину своей жизни с мыслями... Какое странное чувство, представить не могу, что со мной. И никто бы не объяснял. Я решила обратиться к врачам, потому что я переживала самую жесткую депрессию в своей жизни. Я хотела убить себя. Врач, с которым я общалась, ушел в другой кабинет. А я в тот момент получила e-mail с прослушиванием, которое я очень ждала, из-за которого волновалась. Резко все исправилось, все стало хорошо, все стало замечательно. Я сразу позвонила своему агенту. Я чувствую себя отлично, и я прошла прослушивание. Тут же приходит врач и говорит, у вас биполярное расстройство. И я просто сказала, я знаю. А ты получила в это время какое-то облегчение? Я подозревала, что у меня биполярное расстройство, и какое-то время я боялась этого диагноза. Когда мне его сказали, это был идеальный момент, и я просто выдохнула. Слава богу, я теперь знаю, и у меня есть название для этого. Да. Теперь я смогу работать над этим. В 2001-м в школе позвонили родителям, меня забрали с класса, положили в больницу. Докторам пришлось сидеть со мной, говоря, что я мог выпрыгнуть в окно. Ну, то есть могло случиться плохое. Тогда у меня случился разговор с моим первым психиатром, типа, когда я слезу с лекарств и смогу быть снова с собой, вернуться в школу, вернуться к нормальной жизни. Он сказал, что это состояние теперь моей жизни. Это всё дало принимать себя намного легче. Я смог посмотреть на это как на проблему со здоровьем, чем какой-то моральный или психологический упадок. Можете вспомнить какие-то важные моменты в вашей жизни, которые вытекли из биполярного расстройства? Я была на одном важном мероприятии в честь воссоединения по фильму, в котором я снялась с ребёнком. Это было наше десятилетнее воссоединение. Это было целых три дня нескончаемой вечеринки. Потом я вернулась в школу после этого соединения, и после всех этих вечеринок и спала примерно 12 часов за целую неделю. И у меня случается упадок, моё тело просто отключается. Я не могла перестать плакать. Я очень хотела есть, но при этом в меня ничего не лезло. Помню, отец как-то спустился по лестнице и застал меня плачущий. Я никак не могла успокоиться, мне просто было плохо. Биполярное расстройство как-нибудь влияло на ваши отношения? Вообще на каждое. Осознаю я это или нет? Я рассказываю об этом в своём стендапе, потому что это похоже на секс. Об этом нужно сказать до третьего свидания. То есть ты настолько быстро? Изначально всё нормально, но я в один момент всё равно рассказываю, что у меня болезнь, связанная с переменой настроения. И обычно они говорят, что это не то, с чем я хочу связываться. А я отвечаю, ты говоришь как та, с кем бы я не хотел связаться. Я могу выглядеть как отличная пара в самом начале. Как тот с хорошим чувством юмора, как хороший человек и отличный слушатель. Но только спустя время вы видите весь спектр эмоций, которые переживают за год или два. И сразу меняют. Ну знаете, своё отношение, мол этот парень действительно будет со мной. А ты как, не торопишься об этом рассказать? Вообще, единственное, что я узнал о свиданиях, что если я не рассказываю об этой истории, она никуда не девается. То есть почему-то чувствует, что я что-то всё-таки, ну знаешь, скрываю. И что-то, что сдерживает ненужные симптомы. Сначала я принимала лекарства, за этим очень пристально следил мой психиатр. Сейчас у меня огромный список того, что я могу делать, если я начну себя чувствовать плохо или депрессивно. Например, переключиться на книгу с полки и на случайную страницу оттуда. Это помогает немного уйти от себя или выйти на прогулку. Скушать донат. Просто заботиться о себе, быть добрым к себе, осознавать себя. Да, для меня ещё очень важно это принять себя. Это то, с чем я, скорее всего, буду жить всю оставшуюся жизнь. И это понимание нужно, чтобы учиться не подавлять себя. И не утопать в море непонятных тебе эмоций. А инструменты, используя как доску для серфинга, катаясь на волны. Знаешь, что иногда тебя может бить с ног, да? Да. Иногда я буду окунаться в эту волну. Частенько мы должны себя оценивать по тому, как мы реагируем на эти падения, а не за то, что мы упали. Вот именно. Мне это нравится. Ты комик, и большая часть твоих шуток о рутине, связанной с биполярным расстройством. Насколько это тебе помогает? Я считаю, что юмор – это первый шаг к общению. А общение – это первый шаг к эмпатии. Эмпатия – это шаг к пониманию. Это такая цепочка, которая помогает сам выражаться. Это огромная помощь, чтобы преодолеть этот шаткий мост. Я просто поставил себе задачу сделать психологическое заболевание снова смешным. Эти шутки смешные только в определённое время. Этот перформанс не просто шутки, это момент катарсиса для тебя. Это хорошая терапия, и ты, конечно, не хочешь, чтобы только это было твоей терапией. Да. Такое не радует. Да. Но любое выступление является терапией, даже если, кажется, глупостью, которая не имеет значения. Жизнь за пределами. Как людей с биполярным расстройством должны воспринимать в обществе и лечить? Как богов! Как богов! Преклоняйтесь! Перед нами бог, дамы и господа, а мы находимся под ним! Ну а чё ты вообще говоришь? Мы нормальные люди, понимающие свою проблему, и мы смотрим на неё объективно. Хавса Икс хочет знать, как вы реагируете, когда люди говорят, что любой человек с переменчивым настроением биполярен. Мне кажется, такое происходит со всеми психологическими ярлыками. Людям просто кажется, что они лучше знают, что такое ОКР или СДВГ. Да, и говорят, ой, я чувствую себя схоже. Хотя я думаю, что когда люди используют эти термины, они их немного дестигматируют, то есть они просто пытаются так описать своё состояние. Я думаю, это делает это всё социально приемлемым, но некоторым это не сможет даже помочь. Всё-таки это очень специфичная и субъективная штука. Ну и кроме прочего, они навязывают и проецируют на себя эту болезнь. Если вы скажете, что у человека биполярное устройство, это не одно и то же, если у него и правда биполярное устройство. То есть было бы неправильно говорить, это биполярный человек. Именно, потому что это всё очень натурально. Это всё-таки разделяет те вещи, почему мы выжили как вид. Это инстинктивно, и я это понимаю. Просто, возможно, это уж никак не поможет. Если из смотрящих кто-то чувствует, что у него биполярное расстройство. Или у него и правда биполярное расстройство, но из-за негативного клейма он не очень хочет об этом говорить. Что бы вы ему посоветовали? Не бойтесь просить помощи, есть три волшебных слова. Мне нужна помощь. И это самая честная, хоть и уязвимая вещь, которую мы можем произнести. Но говоря об этом, это не сделает тебя слабее? Как мне кажется, это признак самоуважения. Это признак и самоуважения, и любви к себе, и, конечно, принятия себя. Есть какие-то вещи в биполярном расстройстве, за которые вы ему благодарны? Оно дало мне больше смелости, потому что определённо говорит то, что у меня биполярное расстройство людям в интернете. Нужно много наглости, как бы мой отец сказал. А если перевести? Иметь огромные шары. Такого я не ожидал. Какое самое большое заблуждение, связанное с биполярным расстройством? То, что у нас постоянно плохое настроение. Мы много времени достаточно стабильны, мы как плывём по волнам. То есть нет одного или другого, часто вы просто стабильны. То, что биполярным людям нельзя доверять, или они, эм... Не стоят вашего времени. Я думаю, важно понимать, что с каждым что-то подобное происходит. Что у каждого есть... Эм... Схожий опыт, который он переживал. Так что вешать ярлык или нет, зависит только от других. У тебя есть ровно пять секунд, чтобы что-то своё продвинуть. Поехали! Вы можете найти меня в MadOneMedia на MadOneMe. В твиттере TristanJMiller1, TristanJMiller.com, я делаю подкаст в клуб любителей детективов. Я веду подкаст под названием «Где мы сейчас?», где я болтаю и смеюсь с детьми, бывшими звёздами. Кликай на подписку. Здесь где-то должна быть подписка, я не уверен где, но она точно там. Мне было весело, тебе тоже должно было быть весело. Мне весело, когда подписывается на канал. Проведя день с людьми с биполярным расстройством, я пришёл к пониманию, насколько важно ценить открытость других людей и ценить психологическое здоровье других. Каждый себе имеет намного больше проблем, чем мы себе даже можем представить. Когда я был моложе, когда мне было в начале 20-х годов, мне и сейчас 20-е годы, так что примите это, старики. Да, 30-летняя, отвратительная. Да, я никогда не состарюсь. Да, мне никогда не будет 30. Мне намного меньше 30-и... Ищите меня в Википедии. Его Википедия разоблачит. Я как-то пытался создать себе страницу в Википедии, и они такие, не, мы это удаляем. Нажми лайк, инкорпорейтед. Этот перевод увидел свет благодаря нашим подписчикам на Патреон. А именно, огромное спасибо Евгений Доробович, Юлия Смирнова, Хахна, Андрей Перенец, Константин Мас и Галактус. Спасибо, если тоже оформите подписку на Патреон по ссылке в описании и поможете в выходу новых переводов. Ага. Патреон по ссылке в описании.